Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Глава пятая. Но что же произошло до пятой главы? Давайте вспомним. Первая глава творения мира, учение о Троице, учение о человеке, его составе, его душе, его свойствах, заключенных в семи днях творениях. Ведь Священное Писание написано для человека, для спасения его души на символически покаянном, христоцентрическом и церковно-православном языке. И, соответственно, все в первой главе, как в маленькой матрошке, было сказано от момента творения человека и творения ангелов мира и человека. Это вся Библия, микробиблия в первой главе. Вторая глава уже конкретно говорится, как же творился человек. А еще более важно, как церковь создавалась через Адама и Еву. Мы сказали о царском, первосвященническом, пророческом служении, которое Адам проявил в своей жизни. И Ева также получила то, что получил Адам. Они были полноценные люди, члены Церкви Небесной. Третья глава показана, как враг рода человеческого соблазнился, как он пал и как он увлек в это падение первоцерковь, как он стал родоначальником и попытался создать, извратить церковь истинную, перехватив управление у Адама как царя, у Адама как первосвященника, и у Церкви, которая дает нам пророчества. Четвертая глава говорится о том, что Господь попустил создание лжецеркви, которую дьявол нашел посредника Каина, и совратив его, мы видим, как Каин стал противиться Богу. Это оборотническая религия. Он не принес жертву достойную, неправильно ее разделил и, соответственно, извратил учение истинного жертвоприношения и стал повторителем паразитом. Одно из слов сатаны переводится как паразит. И вот этим вторым паразитом стал Каин. Каин стал патриархом всех ересиархов. И сразу же в четвертой главе говорится о Талдоте, который вместо принципа жертвенной любви, который закладывается именно в передаче духовного рождения. Адам родил Каина, Адам родил Авеля, Авраам родил Исаака. Говорится, не Сара родила Исаака, а не Ева, а принцип жертвенной любви заложен в перечислении имен, которые в пятой главе сейчас мы будем рассматривать, именно по мужской линии. Именно принцип жертвенной любви мы особенно ярко об этом расскажем уже при восьмом откровении Авраама, который будет его, он будет родоначальником всех спасаемых. И, наконец, четвертая глава заканчивается Талдотом Каина на Аде и Циле. То есть родословие уже стало передаваться не по мужской линии, духовное рождение, а стало рождение душевное. А лучше сказать, сыны Божьи с дочерьми человеческими уже будут указаны, стали соединяться, и уже рождение происходило не по воле Божией, а по попущению Божию. Это привело к каинистской цивилизации, и каинистская церковь проникла в Церковь Божию. Изменилось мировоззрение, изменилось благочестие, и изменилось богопочитание. Это повлекло к страшной катастрофе, которую мы с вами расскажем в шестой, седьмой, восьмой, девятых главах потопа. Но что же в пятой главе? В пятой главе, которая начинается стихами, говорится о Талдоте Адама. То есть перечисляется Талдот Каина, который по нисходящей пошел. То есть он стал терять, и с каждым поколением, уже на четвертом поколении разделение произошло. Произошло падение. Мафусал, уже само имя, оно говорит о низвержении, о падении, уничижении этого рода. А у Адама совершенно было по-другому. Адамов род, который принес покаяние, Адам принес покаяние. Он 950 лет прожил и все время приносил покаяние. Но уже маховое колесо грехопадения, первородного греха, вошло в сущность человека. И очень важно в Библии понимать, что перечисление имен – это не просто перечисление, которое не имеет ничего значения, можно просто пропустить. Нет, оно имеет очень глубокое значение. Адам и Сиф. Начинается не с Адама и Авеля, а Адам и Сиф. Вот родословие Адама, то есть генезис по-гречески, талдот по-еврейски, то есть передача опыта жизни в Духе Святом. Вот что значит традиции жизни в Духе Святом. Есть святоотеческая передача, есть православные традиции, которые включают в себя богослужения, как правильно встретить Пасху, как подготовиться к благовещению, какие определенные традиции для воспитания детей. Поэтому мы призваны здесь видеть опыт передачи в Духе Святом. И смотрите, что же написано в первом стихе пятой главы. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Смотрите, уже не упоминается об образе Божьем. Это само собой разумевается. То есть говорится, акцент делается, образ Божий пропускается. Сразу говорится о подобии. То есть в талдоте именно говорится о подобии. А что включает в себя подобие? Подобие включает в себя веру и совесть. Ведь образ – это потенциальные возможности, но их нужно реализовать. И вот реализация этих потенциальных возможностей у человека вложен талант, ум. Но его же нужно реализовывать, его нужно воспитывать. То есть в талдоте говорится о воспитании. И что же говорится? «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя». Смотрите, двум мужчине и женщине нарек одно имя – человек. То есть и мужчина, и женщины призваны спасать себя. Как два корня – чело и век. То есть ум должен быть вечным. То есть это вкладывается в сознание, что передача опыта жизни в Духе Святом должно быть для того, чтобы человек спас свою душу. И именно для этого сейчас мы услышим перечисление родословия. День сотворения их. Адам жил. Обратим внимание, тут, если у вас перед вами Библия, посмотрите, издания различные есть, но если есть квадратные скобочки и скобочки-кавычки, то здесь два числа. Первое число – 130 лет, а 230 лет – первое число по масоретскому тексту, по еврейскому. Поэтому эти масореты, они пытались все время исказить Священное Писание. И поэтому они уменьшали сроки, пытаясь навязать свое летоисчисление по своей родословии. Мы же, дорогие братья и сестры, родословие должны рассчитывать по славянскому тексту, который взят от греческого текста, а греческий текст переведели сами мужи благодати. 72 толковника в 200, приблизительно в 300 году, до Рождества Христова. То есть 230 лет, читаем, «И родил сына по подобию своему». Смотрите, что Адам сотворил по подобию, потому что образ человеку дан, образ дает Бог, а вот подобие уже передается. Аврам передал свою веру Исааку, Адам передал свою веру покаянную сыну своему, и родил по подобию своему и по образу своему. То есть сначала воспитание, а потом знание. Вот как. И нарек ему имя Сиф. Вдруг, как же так Сиф? А куда же делся Авель? А дело в том, что Авель погиб, его Каин убил. И поэтому опыт передачи жизни в Духе Святом, покаянного чувства, было первым через Сифа. Дней Адама, настоящее покаяние, настоящее учение. Ведь у Аврама тоже было два сына. Измаил и Исаак. У Исаака было тоже два сына. И Аков и Исаф. У Иакова было 12 сыновей, но опыт жизни в Духе Святом был передан только Иосифу. Поэтому здесь имеется в виду, уже в таком перечислении, сначала подобие, а потом образ, указывается, что воспитание древа жизни важнее древа доброго и лукавого познания всего мира. По рождению им Сифа было 800 лет, но по-нашему 700. И родил он сынов и дочерей. То есть Адам не прекращал ухаживать и воспитывать и за своими сыновьями и дочерьми другими, кроме Сифа. Но именно через Сифа был передан опыт жизни, в благодатной жизни. Всех же дней жизни Адамова было 930 лет, и он умер. Следующее. После Сифа был Енос. Сиф передал опыт жизни в Духе Святом, в покаянном чувстве совершения правильного богослужения Еносу. Сиф жил 205 лет и родил Еноса. По рождению Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. И всех дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Еще обращу ваше внимание на то, что всех же дней Сифовых, почему не просто сказать, дней же Сифовых было столько-то, а всех дней, то есть Сиф настолько благочестиво жил, что он каждой минутой дорожил, каждым часом, каждым днем. То есть он бесцельно никогда не проводил свой день. Кому-то он помогал. Он что-то делал доброе, служил Богу и людям. И именно это указывает, что всех дней жизни. Поэтому прошу обращать ваше внимание на конкретику этих слов и понимать, что это не просто так в Священном Писании. Перестановка слов. Сначала образ, потом подобие, подобие, потом образ. Это что-то значит, как это в одной из таких сказок, можно таких надуманных немножко, как «казнить нельзя, запятая, помиловать». Казнить, запятая, нельзя помиловать. А одна запятая, она или сохраняет жизнь, или умерщвляет нас. То есть, видите, дает нам жизнь чтение Священного Писания только тогда, когда мы его читаем с покаянным чувством, стяжая благодать Духа Святаго, воспитывая свою душу и детей своих, и окружающих в жертвенной любви Богу и ближним. Что же далее? «Енос пожил 190 лет, родил Каинана». Интересное имя. Каинан. А что оно, на какое имя похоже? На Каина. То есть, Енос уже своему сыну дал. Каинан, не будь Каином. То есть, ты приобретай неземного богатства. Смотрите, уже было полное понимание. Первое поколение, Сиф, второе поколение, Енос. На третьем поколении сыны Божьи, через которых проводилось время и жизнь, или это исчисление настоящее, родословие истинное, здесь уже сыны Божьи увидели, что Каиниты уже им не друзья. Они уже их духовные враги. Замечу ваше внимание. Человек трех составен. Тело, душа и дух. И именно уже разделение произошло на уровне духа. Каинан, не будь Каином, приобретай неземного богатства, а приобретай небесного богатства. Не строй города и цивилизацию, не будь паразитом, как это был сатана и соблазнил род человеческий. Не уподобляйся, не будь посредником, как Каин стал посредником этой паразитарной церкви. Каинан и Малилиил. После Каинан рождает Малилиила и родил Малилиила. Рождение Малилиила Каинан пожил 740 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет и он умер. То есть, несмотря на благочестивую жизнь, сыны Сифовы все равно умирали, потому что действительно вкушение одрева доброго и лукавого произвело некий надрыв, первородный грех проник и никто не мог освободиться от него и умер, и он. Но умер, конечно, телесно, а душа-то его была в Боге. И этот опыт он передал своему сыну. Малилиил передал опыт Иореду. Малилиил жил 165 лет. Смотрите, сколько они жили? 190 лет. Сиф прожил 205, только тогда он родил. Сейчас у нас во сколько выходят замуж и берут в жены? Это уже сейчас с 18-16 лет. А представьте, какая подготовка, какой переходный возраст. Все нужно было выдержать. И только в 190 лет, в 205 лет, когда Сиф передавал полноту благодати, вот это подготовка, вот это целомудрие. И в 170 лет рождает Каинан Малилиила. И все гней Каинана 910 лет. Малилиил через 165 лет рождает первого сына и Ореда. По рождению Ореда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей, и всех дней Малилиила было 895 лет. Кстати, видно, что потихонечку возраст уменьшается. И Оред рождает Еноха. Вот этот человек Енох, удивительный человек. По рождению Еноха его имя по-разному переводит, но одно из таких интересных имен, более достоверно, мне кажется, это, то есть, достойно этого имени. Это вперяющий ум в Бога. То есть, Енох, он вперял ум в Бога, он постоянно ходил пред Богом. И, соответственно, Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей всех дней Иорета было 962 года. Вы смотрите, он дал своему сыну имя и Господь такое имя, которое показывало благочестие Иорета, которое, несмотря на уже развитие каянистской цивилизации, уже появилась цила и адда, уже появилась наэмма, то есть, проституция, ковка железа, тувалкаина, стада, выращивались. Это все уже люди каянистской цивилизации уже обогащались, уже настолько закабалились. А вторая, параллельная церковь, существует только уже истинная церковь, а не лозная церковь, как у каянистов, которая противоборствует им и, несмотря на это, впиряет свой ум и не соблазняется. А Енах дает имя. Что же? Енах жил 165 лет и родил Мафусала и по рождению Мафусала 300 лет прожил и родил сынов и дочерей всех дней Енаха 365 лет. Очень легко запомнить, 365 суток в нашем году. И ходил Енах пред Богом и не стало его. Смотрите, ходил Енах пред Богом. Если мы возьмем, например, Сифа, и был одни Сифовов 912 лет и он умер. А что же здесь? И ходил Енах пред Богом, вперяющий ум, и не стало его, потому что Бог взял его. По священному преданию нашей церкви и священного писания мы видим, что Енах живым вместе с своим телом зашел на небо. Еще один человек также взойдет, это был Илья. За его ревность, который собственноручно верно служил и противодействовал всяким колдунам и еретикам, убивал их, и за эту ревность живым зашел на небо Енах и Илья. Они будут обличать Антихриста перед вторым пришествием. 25 стих Мафусал и Ламех. Мафусал рождает Ламеха 87 лет. По рождении Ламеха Мафусал жил 182 года и родил сынов дочерей. Ниже Мафусала было 969 лет. Это один из великих долгожителей 969 лет и он умер. Ламех и Ной. И вот заканчивается Талдот в общем-то сынов Сифовых. Последнее поколение 10-е рождается Ламех и от Ламеха рождает который прожил 188 лет и родил сына и нарек имя ему Ной сказав он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли которую проклял Господь. Почему же такое имя получает Ной? Скажите пожалуйста дорогие братья и сестры все имеют детей есть капризные дети и слышали и видели а есть послушные дети капризные дети они дают нам покой? Нет постоянно каждую минуту мы за капризными детьми наблюдаем и переживаем что бы они наделали дом сожгли или что-то разломали или сломали а как же быть нам? А когда мы покой получаем? когда ребенок идет на покаяние он вдруг изменяется когда ребенок причащается искренне когда он коренным образом изменяет свою жизнь вот это начинается покой какая радость на нашем сердце и вот именно ламех он увидел в сыне он его воспитал он дал ему этот благодатный покой он смог его в бурлящей кипящей жизни уже каинитской цивилизации пытающий уже проникнуть в истинную церковь он дал ему правильное воспитание иной был воспитан благочестивым и помните как Господь в 12 лет он потерялся и только через 3 дня родители обнаружили если капризного ребенка каждую минуту нужно наблюдать то послушных детей можно вообще не наблюдать и они только они думали что Господь Иисус Христос 12-летний он ходил и послушный где-то рядом был и только через 3 суток они обнаружили что его нет вы представляете какое послушание было у Господа 12 лет я думаю такое же было у Ноя и жил Ламех по рождению Ноя 595 лет и родил сынов и все дни Ламеха было 777 лет и он умер 777 лет и он умер по славянскому 753 замечу эту цифру потому что Ной проживет 500 лет то есть Ламех немножко не дожил до потопа несколько не дожил то есть все праведники уже завершились остался один Ной Ной уже было 500 лет и родил Ной трех сыновей Сима Хама и Афета почему такая подготовка смотрите у Сифа он рождает своего Адам рождает сына в 230 лет Сиф рождает в 205 лет Енос рождает Каинана в 190 лет Каинан рождает Малилила в 170 лет Малилила рождает Иорера в 165 лет Енах рождает в 165 Мафусал рождает в 87 Аламех уже рождает в 188 а Ной рождает в 500 лет вот это подготовка вот это целомудрие Ноя то есть Ной понимал для кого я буду детей рожать ведь потоп будет люди уже каинитские поэтому когда он получил откровение от Бога что будет потоп только тогда он себе взял жен и только тогда у него родилось три сына таким образом братья и сестры мы подведем итог что родословие толдота это интереснейшая вещь и самое главное это опыт правильного воспитания в Духе Святом передачи опыта покаяния и именно этот опыт покаянного чувства осознание своих грехов страха Божия любви к Богу и побудило эту линию Адамова покаяния сохранить в течение десяти поколений и это покаяние принесло свой плод ковчег был построен и восемь человек были спасены а об этом мы узнаем уже в следующей шестой главе здравствуйте я Ирия Анатолий Слободчиков наследник храма святителя Николая Чудотворца всего плюсы приглашаю вас на молитву соглашения которая проходит в нашем храме мы читаем Акафис Николая Чудотворца Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним ко Господу нашему Иисусу Христу до встречи на молитве всего доброго